Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Я приветствую нашего гостя Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ», нашего эксперта Постоянного и нашего коллегу. Добрый день. Здравствуйте. Азиз Альич прибежал буквально за две минуты до эфира. Да, работы было сегодня очень много. Очень плотный день. Ну, давайте, пока вы тут немножко попытаетесь отдышаться, чаёк можно попить, да? Я напомню нашим слушателям о том, что вопросы гостю вы тоже можете задавать через форму анонсов на нашем сайте. Сейчас я проверю. Так, пока вопросов нет, но в течение эфира мы будем их принимать, смотреть, следить. Если вопросы появятся, обязательно зададим. Вот. Тем у нас несколько, темы разноплановые. Я честно скажу, там они не только бизнеса касаются. И хотелось бы всё-таки перекинуть небольшой мостик от разворота, который только что завершился, вот буквально 20 минут назад. Мы обсуждали ситуацию, произошедшую в пермской школе. Ну, наверняка вы слышали. Я, правда, вот с прискорбием, да, тоже отмечаю, как и мои коллеги, что федеральные каналы этой теме практически не уделили времени. Ну, потому что время такое, нельзя сейчас, так сказать, говорить о негативах. А, то есть только хорошие новости должны быть в стране. Ну да, страной управляет как бы наш лидер, и у нас должно быть к его выборам всё только позитивно. Очень местечковая такая история, да. Я напомню нашим слушателям, тем, кто не слушал разворот, да, о том, что вчера в одной школе города Перми утром, это было достаточно рано, около, наверное, девяти, может быть, даже там, ну, половина девятого утра подрались, как изначально это преподносилось, да, два школьника, 16 лет. Ну, там две версии, по-моему, уже там, что они подрались, второе, что двое с ножами как бы ворвались в класс, начальная школа, и попытались. И разборки с учителем вроде там строили. И с учителем, и малышей, ну, как малышей, 10-летних детей порезали. Ну, и... Да, Азиз Алиевич, так вот, мы с нашими экспертами во втором части обсуждали безопасность вообще в кировских школах, и я вам должна сказать, что к выводу мы пришли печальному. То есть в сельских школах вообще, я так понимаю, никто не думает, там все друг друга знают, да, и нет у них ни средств, ни возможностей какие-то там мегарамки устраивать, металлоискатели и прочее. В городских школах это всё есть, проход по карточкам, но обойти это всё достаточно просто. Ну, смотрите, если вот в этом русле... С точки зрения безопасности. Если в этом русле рассматривать, что вот они не огорожены, что там нету и так далее, и так далее... Да, огорожены они давно уже. На стадионы школьные невозможно попасть, чтобы бегом там заняться. Да, я имею в виду, что вот если в этом смысле, что вот там нету этих рамок, что там железных дверей, там, что и так далее, и так далее. Но, с одной стороны, где-то уже в большинстве, наверное, есть, а с другой стороны... На самом деле это ведь не спасает. Потому что самое охраняемое место, это, скажем, там, тюрмы. В тюрмах тоже убивают друг друга. Режут, убивают, калечат, там, и так далее, и так далее. Вот такой переход, как бы, от школы в тюрмы, значит, он не случайен. Потому что сегодня мало что делается для того, чтобы вообще таких ситуаций не возникало. Потому что большинство людей, большинство детей, которые себе позволяют такое, они понимают, что как минимум со стороны там школьной общественности они сильно осуждаться не будут. Понимаете? Это одноклассников вы имеете в виду? Одноклассников, старшеклассников, нижнеклассников, там, младшеклассников. Ну, не педагогов и не родителей, не взрослых. И педагогов, потому что педагог, там, испугается, там, осудить в следующий раз, там, и сказать слово. Потому что у нас, в принципе, ситуация такая сложилась, с моей точки зрения, в школах, когда педагог становится наиболее бесправным, там, существом в школе, хотя у них остаются, там, какие-то рычаги, но в целом даже сказать какое-то, там, не то, что грубое слово, а какое-то громкое слово, там, ребенку, и ты можешь уже быть привлечен, там, какой-то ответственности за то, что, там, надавил, там, на того или иного ребенка. То есть речь идет о том, что вот такие трагедии, они, конечно, могут быть предотвращены тем, что мы поставим железные двери и охранника у каждого класса, или у каждого школьника, и, там, рамочки и так далее, но мы не сможем обеспечить даже при этом безопасность, потому что эти люди понимают, что, ну, вот если они так понимают, что вот мужчина должен действовать так, что он может прийти и обидеть в слабых школе, ему не то, что за это ничего не будет, а что он не будет осужден обществом, потому что он вокруг видит, что кругом сильные мира сего, поступают именно так, именно унижают, именно крадут, именно, значит, там, обогащаются за счет бедных, там, число бедных увеличивается, там, и так далее, и так далее. И поэтому он совершенно понимает, что он вот показал, что он тут крутой и сильный, вот это для него, вот это он считает то, что нужно показывать людям. Вот это он считает, это его достоинство. Видимо, другому мы уже в стране не можем научить своих детей, что достоинство заключается в другом. А что делать? Ну, мы не изменим окружающий мир моментально. Мы окружающий мир не изменим моментально, но мы уже, по-моему, наоборот, его, как бы у нас тренд-то в другую сторону, мы его меняем в плохую сторону все время. И никто и не ставит таких целей окружающий мир изменить к лучшему. Ведь системно сегодня идет уничтожение вот этого воспитательного момента в школе. Системно. То есть, когда школьники считают, что главной ценностью является крутость, количество денег, значит, умение там нанести ущерб другому, при этом не понести ответственность, при этом ты не будешь осужден обществом, именно морально осужден, понимаете. И, соответственно, возникают вот такие ситуации. То есть, кто наглее, кто вот там... Потому что вопрос не в ноже. Дело в том, что я когда учился, у нас больше половины школы с ножами ходили. Ну и что? Но мы с этими ножами не друг друга, как бы... Ну, я учился в Азербайджане, да. Но мы не друг друга кололи, как бы, значит, а мы играли вот это там... Да, в ножички играли там, что-то там... Ну да, иногда вот плохо себя вели там, что-то на деревьях почертим, там, кору какую-нибудь там и так далее. Или там у кого там круче нож, тот немножко там может похвастаться, другие мальчики с завистью посмотрят. Но никто себе не позволял, то есть даже у тебя было бы пять ножей, и тебе учитель подошел и сделал какое-либо замечание, даже пусть несправедливое замечание. Никто себе не позволял поднять глаза, посмотреть в глаза учителю и сказать, что да вы что тут раскомандовались, да я сейчас вас там... Понимаете? То есть вот в чем заключается основная проблема. Я считаю, что наша безопасность в наших головах. В головах родителей, в головах этих же учителей, в головах тех, кто управляет нашим образованием в нашей стране. Как вам кажется, как власти отреагируют на эту ситуацию? То есть уже говорится, в частности, Ольга Голодец заявила о том, что будут усилены меры безопасности в школе. То есть я правильно понимаю, нас ждут... Да, у нас ведь усилены меры безопасности. Не можешь муниципалитет толком пройти, значит, пока там никто сверху не позвонит и не скажет, что пустите этого человека, он идет по делу. То есть у нас пусть, она и так уже в охране находится, Голодец и все другие. Они уже давно от народа закрылись. Что они понимают о безопасности народа? Ну, закроют они доступ в школу. Значит, поножовщина будет около школы. Тут вопрос не в этом. Я поняла, вопрос в воспитании. Вопрос не в этом. Голодец не об этом должна была говорить, как министр образования. Не о безопасности. Пусть о безопасности говорят милиционеры. Это их работа. Пусть они говорят. Потому что вот это вот реагирование на уже совершившееся преступление, уже совершившееся событие, это реакция правоохранителей. У Голодца не такая реакция должна быть. Она должна заявление подать на увольнение, на отставку, чтобы президент, так сказать, посмотрел, правильно ли она строит вообще систему. Очередной раз. То есть заявление об отставке является поводом для того, чтобы вышестоящий начальник еще раз посмотрел на работу вот этого человека. Понимаете? Но у нас нет такой культуры. У нас после Беслана никто, насколько я помню, в отставку не подал. Вот у нас нет такой культуры мужественного, честного поступка и умения нести ответственность за то, за что ты отвечаешь, к сожалению. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» у нас в эфире, высказывает свои особые мнения. У нас небольшая пауза и вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» у нас в эфире. Мы продолжаем программу «Особые мнения». Я Анна Лапшина. Ну, переходим, наверное, все-таки к вопросам, которые мы с вами уже обсуждали. Обсуждали неоднократно. Одна из тем, которые хотелось бы с вами обсудить, мы возвращаемся к ней. Это выбор уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области. Вот буквально перед Новым годом, 28 декабря, состоялось вот это заседание, которое нам долго обещали, где кандидаты, по-моему, уже в третий раз, если я не ошибаюсь, представляли свои программы на суд губернатора Игоря Васильева. В итоге, что мы имеем? Значит, назначен, я так понимаю, что пока еще не окончательно, потому что кандидатура согласуется, да? Ну, давайте называть там, губернатор послал документы на Попова-Титову на согласование. Да, совершенно верно. Титов — это уполномоченный по защите прав предпринимателей на уровне России, как я понимаю. Да, федеральный, который сейчас баллотируется в президенты. Борис Титов. Да. Ну, там опора России, тоже большой у него там такой спектр разных общественных организаций. Ну, не знаю, опоры... Опора? Ну, да, там рядом опора стоит, но он, по-моему, руководитель был деловой России. А, ну вот, в общем, несколько деловых объединений. Вот такая история. То есть то, о чем мы говорили во время предыдущей нашей встречи, оно как бы стало данностью, да? То есть Андрей Вавилов больше не уполномоченный по защите прав предпринимателей. Теперь у нас новый кандидат. Ну, теоретическая вероятность того, что Андрей Вавилов может стать уполномоченным, все еще остается до тех пор, пока Попов не будет утвержден законодательным собранием. Подождите, а вот на уровне Бориса Титова возможны какие-то препятствия? То есть он может сказать нет, вы знаете? Теоретически возможно, но, значит, практически, я думаю, что вряд ли Борис Титов осмелится поступить таким образом, вернуть документы Попову. А почему? Ему же ничего не ограничивает, он здесь на уровне области, он с Васильевым никакой образом не контактирует. Думаю, этот конфликт там с губернатором Кировской области. Тем более, что Андрей Вавилов сам отозвал, да, свою заявку. Ну, тем более, как бы это, ну, если вы спросите, почему он отдал, я на этот вопрос отвечу. Да, ну, тем более, что да, он, как бы, вроде как отозвал свое заявление, вот, но речь ведь идет о том, что те люди, кто должен избирать этого человека на эту должность, они должны вообще-то очень внимательно изучать бэкграунд того, кого выдвигают, да? Васильев должен внимательно изучать бэкграунд Попова. Нет? Вот вопрос сложный. Дело в том, что я, конечно, внутри этой ситуации нахожусь, да, одновременно, потому что я внимательно изучал. У меня встреча, в том числе, была с Поповым по его инициативе, значит, эта встреча была, как бы, я ее не один проводил, потому что я уже не провожу встречи с представителями бюрократического класса в одиночку. Потому что они потом любую интерпретацию этой встречи могут дать. Вот, но, значит, и это я ему тоже, кстати, объяснил во время встречи. Тут несколько уровней вопросов. Вот конкретно личности там Попова, у меня там к нему были претензии такого рода, что, а, человек не имеет опыта по защите бизнеса, б, человек не имеет опыта предпринимательской деятельности, в, он уже, как бы, мягко говоря, ну, очень мягко говоря, ввел людей в заблуждение, когда ответил на вопрос, а какой у вас опыт предпринимательской деятельности, он сказал, что у него федеральный проект по, называемой, чистая вода. На самом деле, о, чистая вода, которую учреждал Попов, в конечном итоге, значит, весело слили в Новосибирске с налоговыми долгами. А близость Попова и Александра Чурина, заместителя губернатора, вас не настораживает? А какое это имеет значение для цели, которого этот человек избирается? Нет, мне-то кажется как раз, что это плохо, кому-то кажется, что это хорошо, наоборот. Да, какое, ну, Чурину все равно, вот он достал, как бы, я же говорил, что достал из рукава, там, вот, ну, вот, и бросил, там, никто, типа, не ожидал, я бросил, ему все равно, ему, он не зависит ни его бизнес, ни бизнес его друзей, не зависит от защиты амбутсмена, от защиты амбутсмена зависит бизнес других, ну, как бы, людей, да? Я с другой стороны смотрю на это, Азиз Ильич, я прошу прощения, да, вот я просто конкретизирую вопрос. То есть, тот факт, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в свое время находился в подчинении первого заместителя губернатора, свяжет ему руки или, наоборот, развяжет в защите прав предпринимателей? Я думаю, что свяжет, свяжет, потому что, не имея опыта вот такого, и я не назвал бы Попова, он хороший парень, я, как бы, он очень, да, он веселый, он хорошо говорить умеет, он преподносит, как бы, и себя, и то, что говорит хорошо. У него есть масса достоинств, как бы, а то, что он является зависимым от Чурина, ну, конечно, это будет плохо сказываться, потому что ведь у Вавилова, ведь вы все говорите, что основная претензия, то, что он, значит, типа там в команде белых, может быть, это и было основной. Это не мы говорим, это такие, знаете, разговоры в городе ходят. Но я думаю, что основной грех Вавилова, почему он был отринут, значит, это как раз то, что, а, Вавилов активно защищал, при этом против посягательств членов команды, как бы, новый, против лесников наших, особенно тех, кто выполнил свою инвестиционную программу. Это Алмис, это Лестехснаб, это, значит, Стройлес и Хольцхаус в том числе. Это мы сейчас называем предприятия, которые так или иначе пострадали в процессе наведения порядка. Да, в процессе наведения порядка. И второе, то, что он независим и неуправляем в этом смысле. То есть любой настоящий предприниматель, АВАВилов являлся настоящим и является настоящим предпринимателем, и у него и подходы предпринимательские, он независим от представителей власти. Он за место не держится. Это было неудобно. Это очень неудобно, потому что с этими людьми нельзя разговаривать приказным командным тоном. Этих людей надо убеждать в правоте своих действий. И тогда они будут с тобой. А если нет, то нет. И понятно, что сейчас снова ситуация. Ведь АВАВилов подтверждал исключение из правил своим существованием, что должен сам будет смена, она никакая. Там нету никаких прав. Единственное, что идут государственные бюджетные затраты. И создается видимость того, что государство защищает бизнесменов от себя. Смешно? Почему мы не смеемся? По большому счету, да. Но я знаю, как работал Андрей Николаевич. Мы делали здесь несколько эфиров, и действительно были реальные результаты. И это исключение. То есть таких, я не знаю больше, в России есть еще такие бизнесмены, ну, в смысле, такие омбудсмены, которые вот так защищали бизнес, как АВАВилов, позволяли себе не соглашаться с представителями органов власти. Ну, и с налоговым, насколько я помню, входил в конфликт. Да, и в конфликт, и в контакт. Самое главное, что любые конфликты Вавилова, они всегда были конструктивными. И разрешались. И сбалансированными. То есть это совсем другой подход. Очень важно быть конструктивным и сбалансированным в своих конфликтах. Так, хорошо, мы к Андрею Николаевичу еще вернемся. Все-таки давайте о Владиславе Попове. Титов, вы считаете, не завернет документы, вернет их с резолюции дата. И Титов не завернет. А что ЗАГС-собрание? Ну, ЗАГС-собрание точно утвердит. Я ЗАГС-собрание в этом смысле, вот я лично, как самостоятельным субъектом не считаю. Вот послал губернатор, значит, ЗАГС-собрание утвердит. Там не найдется, ну, как бы, человека, который, ну, кроме одного, двух, там, трех. А силы не равны теперь? Да, силы не равны, которые могут, значит, заявить или противопоставить себя, ну, особенно из партии власти, как бы они будут подходить потом, жать руки и говорить о том, что вот да-да-да, слушай, это вообще неправильно и так нельзя было делать, но сами не встанут и не скажут. Вот наша проблема ведь заключается в том, что на сегодняшний день губернатор, направляя именно Попова, он наплевательски отнесся и, ну, с моей точки зрения, опустил все общественные организации. Подождите, все общественные организации, во всяком случае, многие из них, после того, как Андрей Вавилов снял свою кандидатуру, кандидатуру Попова поддержали? Вот я и сейчас пытаюсь об этом сказать, потому что многие предприниматели настаивали на том, чтобы провести предварительное общественное слушание на базе какой-то хотя бы одной общественной организации. Такие предложения поступали и в ТПП, и, значит, Медведкову в Совет хозяйственных руководителей. И, значит, в том числе общественную палату, так сказать, но никто не осмелился предслушание, то есть со всеми кандидатами, чтобы предприниматели открыто во всеуслышание, а не в 509 кабинете, там, да, собрать страшное количество людей, позадавали вопросы, значит, кандидатам. И вот это вот цирк, который был устроен с выдвижением Попова, вот когда, значит, якобы он был выдвинут, так сказать, да, вот там от общественной организации, конечно, вдруг там за день появляется там какой-то там документ. При этом публично никто не обсуждает эту кандидатуру, Попов пытается со всеми встретиться, кто может там так или иначе повлиять на эту ситуацию. Это, собственно говоря, причем с моей точки зрения, вот, юридически это нарушение процедуры. Потому что мне вот там некоторые юристы говорят, нет, никто опрестовывать не будет. Почему это у губернатора нет права повторно процедуру отбора инициировать? Ну, потому что в законе нет этого права. Ну, он же губернатор. Или я когда там с руководителем одной общественной организации разговаривал, что, слушай, ну, давай, ну, вы-то ведь можете, ну, как бы сказать, что нет, мы поддерживаем там Вавилова, например. Там, ну, что нам из-за этого теперь войну объявлять губернатору? Я говорю, вы выражение собственной точки зрения общественной организации считаете объявлением войны? Вот понимаете, в каких терминах и ситуации мы живем? Понимаете? Я понимаю. Вот. Или другой говорит, нет, нет, что вы там, а вдруг он там, я вот, как бы, если мы вдруг инициируем, мне сказали вообще не дергаться. Или вот, если я вдруг инициирую, не дай бог, и там, то чем это кончится там? Тут ведь смотри, вот считаться не будут и приглашать не будут там, да? Ну, в общем... Не позовут. Короче, на сегодняшний день вот эта ситуация, она на самом деле, она на самом деле показала в некой степени банкротства общественных организаций. Вот банкротства с точки зрения того, с точки зрения их ценности вообще вот в этой системе защиты и развития предпринимательства на территории Кировской области. Так, ну хорошо, и мы переходим тогда к такому достаточно важному моему вопросу. Уже приводилась эта цитата, да, что Владислав Попов после там, ну или в процессе, да, своей программы, презентации пообещал провести ревизию общественных объединений предпринимателей, да, насколько они полезны, как я понимаю, нашему региону и чем занимаются. Вот это вот что за процедура такая и вообще как это будет происходить? Это уровень понимания Поповым вот того, как нужно защищать, значит, предпринимательства на территории Вятки, вот Вятского края или там Кировской области. Понятно. Ну, в общем, в этом мы будем жить теперь, да, я так понимаю? Ну, я еще раз говорю, что у него очень подвижный ум, у него есть масса как бы таких интеллектуальных достоинств, но вряд ли у него есть мотив посвятить себя защите бизнеса. То есть у меня такое впечатление не создалось, поэтому в этом мы будем жить, будем Попово-Чуровщине или Чуринщине или Чурина-Поповщине, вот будем этим и в этом жить, да. Без вот этих вот картиночек, без стикеров пока. Да, Азиз Алич, я прошу прощения, времени очень мало, давайте мы сейчас паузу сделаем на рекламу, вернемся и еще к некоторым темам обратимся. Особое мнение на 101FM Азиз Агаев, директор информационно-аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» у нас в эфире, я Анна Лапшина, мы продолжаем особое мнение. Ну, вот еще немножко о деловом климате, да, вы сказали, что ситуация там с Андреем Вавиловым, да, и уходом Андрея Вавилова с поста, уполномоченного по защите прав предпринимателей может быть связана с тем, что Андрей Вавилов рассматривается новым руководством области, как человек Никиты Белых. Мы знаем все, что сейчас... Ну, я не утверждаю. Это не вы утверждаете, это в городе ходят такие разговоры, там, да, в определенной среде, в предпринимательской, в том числе, может быть, как одно там из допущений. Андрей Вавилов, как бывший предприниматель, не может быть ничьим ставленником, поймите это, то есть он реально предприниматель. Я не сомневаюсь. Реальный предприниматель, он ничей, он свой. Я сказала, рассматривается вот людьми, которые тут в доме по соседству, да, сидят. Вот, собственно, я просто хотела обратиться к Никите Юрьевичу, да, в свете происходящего сейчас в Москве, в Пресненском суде. Ну, все мы знаем, кто следит, да, за тем, что сейчас идет допрос свидетелей защиты, в частности, там, в качестве свидетелей защиты выступают и руководители, там, да, и заместители руководителей предпринимательских объединений и предприниматели. Вот, ну, в частности, вот Николай Юферев, Хольсхаус, вчера, насколько я понимаю, был допрос. Да, говорят об инвестиционном климате, там, да, в Кировской области, вот, во времена Никиты Юрьевича. Говорят, что была такая вот яркая вспышка, ощущение того, что область как-то начинает выбираться немножечко, что-то оживляж какой-то пошел. Вот вам кажется, это действительно так? И если сравнить с нынешними временами, вот как? Ну, я бы сказал, что вот, значит, Никита Юрьевич, он скорее был политиком, чем предпринимателем, да, и как раз оживляж больше, как вот вы говорите, по вашему выражению, он был больше все-таки в общественной жизни, да, в общественной жизни. А предпринимателем, он как бы вот, понятно, что оживляешь в общественной жизни, он хочешь, не хочешь, то есть, когда есть хоть кусок там демократического подхода, открытости, да, а это все-таки больше предпринимательский подход, да, вот эта открытость, там, готовность к диалогу, там, я вот раньше не очень... Да, в конце концов, просто доступность, да, когда тебе по мобильному можно позвонить. Да, доступность и вот это вот, там, попытки договориться со своими оппонентами до белого дыма, да, это все-таки предпринимательский подход. Вот, и поэтому, значит, предпринимателям и поэтому тем, кто хотел инвестировать и развиваться, им было более комфортно в тех условиях, то есть, им не надо было ни с кем ходить, там, особо договариваться, там, да, они понимали, что если они делают полезные дела, то будут поддержаны. Как минимум, как минимум, на словах, публичные, в декларативном виде, как минимум, они будут поддержаны. А уж там как, дело в том, что у нас очень сложная система власти, сами знаете, да, там, как бы, все непросто, все непросто. И наша беда сейчас заключается в том, что у нас очень многие вещи происходят кулуарно, и никто не хочет эти вопросы на публичное пространство выносить. И все проблемы у нас от этого, вся несправедливость происходит из-за того, что многие процессы, они загнаны под земелье, в публичном пространстве ничего нет. Сегодня, к сожалению, очень мало средств массовой информации, которые готовы выносить какие-либо вопросы, спорные, конфликтные, с властью, в публичное пространство. Все опасаются. Очень мало таких средств массовой информации. И поэтому, а это на руку, значит, тем представителям власти, которые вот хотят, чтобы то, что они делают, там, оставалось как бы в тени. И в этой ситуации, и как раз при Никите, все было наоборот. То есть там очень много выносилось публичное пространство. Иногда даже то, чего и не надо было выносить, ну, с моей точки зрения, да, опять-таки кто оценит, да, кто судит, кто всегда все задают вопрос. Вот. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что климат, с этой точки зрения, он значительно ухудшился. Значительно. И порой идешь ведь по бизнесу договариваться по какому-то там, чтобы решить какой-то вопрос. Ты даже не знаешь, с кем договариваться. То есть с кем встретиться, кто решает вопрос. То есть у меня вот недавно была ситуация, когда, когда человека, вот проблему можно решить в рамках закона, а он не решается. Хотя в рамках же закона тот, кто не решает, имеет право ее не решать. Какая интересная история. Вот я просто не могу называть имена. Да, я понимаю, конечно, да. Не могу, к сожалению, да, но вот я, когда меня, честно говоря, начинает немножко трясти, когда я с такими ситуациями сталкиваюсь. То есть когда до того написаны таким образом наши законы, да, что вот этот представитель бюрократического класса может решить с точки зрения здравого смысла, с точки зрения полезности и для населения, и для органов власти, да, проблему. Но закон ему предоставляет возможность не решать эту проблему, при этом это не считается каким-то проступком. И я не могу его оценить. Почему я не могу? Потому что у меня нет такой компетенции. Моя оценка никакой роли ни для кого не играет. Ну, я имею в виду рядового гражданина, как бы, да. То есть настолько сегодня власть от народа отдалилась. Вот настолько, что у нас нет возможности никаким образом русло развития страны привести в рамки здравого смысла. Это вы сейчас вот уже на федеральный уровень мы вышли, получается, да? Да, и на федеральный уровень тоже. То есть то, что происходит на местах, я так понимаю, это некая калька, да, с того, что происходит наверху? Да, абсолютно, абсолютно. Ведь не просто так там сегодня не считаются здесь с общественными организациями территории Кировской области. Это полная калька федерального уровня. Посмотрите, какими беззубами стали все общественные, федеральное объединение общественных организаций. Никто и не кусается. Да, и поэтому, когда я еду в машине и по радио, слышу, что там депутаты решили себе на 4% зарплату поднять, там Государственная Дума меня, это тоже начинает волновать. Позитивное мне настроение приносит. Потому что я считаю, что даже то, что они получали, многократно много для того, чего они делают для страны. А еще больше, лучше бы с них столько же каждый раз брать. Потому что сколько вреда наносит их деятельность. Так, не будем мы про зарплату депутатов. Прямо вот уже плакать хочется, честное слово. Расстраиваешься каждый раз. Особенно, если видишь цифры по средней зарплате в Кировской области. Еще одна такая важная тема, не знаю, успеем или нет, которую хотела бы с вами обсудить, это дольщики. Дольщики, Тектон-квартал, очередной объект, который у нас на прошлой неделе так вот в паблик они вышли, написав открытое письмо, разместив его в социальной сети, отправив его по почте в некоторые СМИ. Ну, мы все знаем, да, Тектон-квартал, переулок Березняковский, это и Филейка. Не самый, конечно, центральный район, но с другой стороны, уже не совсем прямо выселки. То есть не за рекой, не чистые пруды, куда только одна дорога. То есть можно как-то добраться и прочее. Преподносилось это все, я помню, достаточно ярко. Была реклама много где. Я так понимаю, что жилье было не очень дорогим. Народ вписался, ну вот, собственно говоря, очередной объект, который пока не признается проблемным, потому что, видимо, сроки еще не вышли. Что делать с дольщиками? В каком смысле? Ну вот смотрите, правительство обещает в течение года их проблемы решить, проблемы дольщиков Нового Сергеева решить. Есть определенные рычаги, которые, возможно, будут работать, да, то есть благополучному, скажем так, какому-нибудь застройщику дается этот объект, он его достраивает, дольщики въезжают, и, соответственно, вот ему в качестве бонуса выделяется либо участок земли где-то в городе, либо еще что-то. Вот. Ну, все счастливы. Кроме бюджета, который, видимо, несет все-таки потери какие-то на этом. Можно как-то вот на уровне, не знаю, подготовки к таким, к строительству таких объектов как-то пресекать, отсекать там тех, кто неблагополучен? Или это вот ограничение конкуренции, на Ваш взгляд? Вот вопрос требует очень серьезного размышления, потому что, ну, никто, видимо, не хочет им заняться. Да и у нас экономическая система, финансовая система такая, что сложно как бы тут решить. Ведь проблема дольщиков возникает потому, что действительно дольщики хотят купить подешевле, вот при этом неосмотрительно вкладывают в фирмы, у которых нет ни истории, ни репутации, и они и не пытаются как бы иметь историю, репутацию, потому что знают, что люди клюнут на... Низкую цену. Да, на низкую цену. Вот здесь масса тем. Здесь, ну, во-первых, если бы у нас в экономике были бы дешевые деньги, то, скорее всего, можно было бы, ну, там, хотя бы для начала путем, как бы, запрета привлечения дольщиков прекратить. То есть, да, понятно, когда кредиты дают там или вообще не дают под строительство. Ну, то есть, если бы застройщик взял большую сумму в банке под небольшой процент, построил бы объект и потом бы продавал. И пусть банк решает, значит, можно этому человеку вот конкретно давать или нельзя давать. И пусть банк сразу получает вот это вот все, вот этот актив, который потихоньку строится, контролирует, берет это в залог сразу, чтобы это строилось под контролем банка. И уже дольщик бы, если даже и дольщики бы оставались, то они бы уже, приходя на стройку, которому банк отказал в доступном и дешевом кредите, уже решал бы сам, надо ему как бы вписываться или нет. Вписываться в проект, которому банк отказал. Да. Это первый вопрос. Второй вопрос. При сегодняшнем тотальном контроле наших денежных средств со стороны государства меня все время удивляет, что эти жулики, которые собирают деньги... Подождите, пока еще суд не прошел. Я не протектон, я вообще как бы, да, есть масса недобросовестных застройщиков, те, которые уже осуждены там и так далее, и так далее. И вот когда отслеживаются любые платежи любого человека, они не могут найти деньги, куда деньги-то делись. Куда ушли. Куда они ушли-то, понимаете? И так по всей стране. Вот если вы посмотрите, что происходит, то с банками, то еще куда-то, то вывозят там по миллионами долларов, миллиардами рублей. Вдруг наши миллиардеры все стали гражданами Мальты и так далее, и так далее. С миллионами. При желании все можно отследить. Я прошу прощения, Азиас Ильич. Поэтому я считаю, что как дольщики в этом виноваты, потому что, ну, хотя трудно назвать виной то, что они хотят подешевле купить, так и виновата вся система, которую государство построило в этой сфере. Помогать людям надо? За счет бюджета. Людям, которые неосмотрительно, желая взять подешевле, вложились. Надо помогать? Очень сложный вопрос для меня. Потому что я не согласен отвечать за безалаберность людей, которые вот таким образом вкладываются в эти стройки. Я не готов. Хотя другие, я готов сейчас понять, что меня там осудят, скажут, ах ты какой там и так далее. Я не думаю. Но я не готов и считаю, что каждый взрослый человек должен нести ответственность за свои поступки. В общем, мы в очередной раз призываем наших покупателей недвижимости на территории Кирова, Кировской области, все-таки внимательнее относиться. Возможно, вы где-то переплатите, но не столкнетесь с проблемами. Это сейчас не была реклама надежных застройщиков, которые продают квадратные метры дороже, чем ненадежные. Я благодарю Азизу Агаеву, руководителя аудиторской консультационной компании Business Inform, который был у нас в эфире со своим особым мнением. Азиз Алич, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM